Недавно я ездил в Финляндию на конференцию Nordic Business Forum. Там выступал. Один из спикеров был Арнольд Шварценеггер. Он вообще кумир моего детства. Я уже заочно знал, что он выступит лучше всех. Так и получилось. Он, конечно, великолепный актер. Он рассказывал про себя. По сути, про свой путь в течение часа. У него была такая история. Когда он был маленьким, это была послевоенная Австрия. Естественно, советские войска практически ничего от страны не оставили. Поэтому жили они бедно все. И вот он ходил в качалку. Ему один раз попался какой-то журнал замусоленный с человеком на обложке, который назывался «Мистер Олимпия». Конкурс для атлетов, культуристов. И он захотел стать «Мистером Олимпии». И когда качался, все время улыбался. А те мужчины, которые в тренажерный зал ходят, знают, что вообще-то не улыбаются. Да, это очень тяжело таскать грузы на себе. Ну и, в общем, физические нагрузки, которые там есть. Ему спрашивали Арнольд. «Ты что, дурачок? Ты почему улыбаешься все время?» И он говорит, только в этот момент я возвращался в тренажерный зал и понимал, что действительно мне тяжело. Потому что, когда я занимался спортом, я не был в этом зале. Я был на сцене. Меня фотографировали журналисты. Женщины мне аплодировали, дарили цветы. Мне вручали пояс «Мистер Олимпия», для кубок «Мистера Олимпия». И, в принципе, я как-то так жил. Все свои действия в жизни делал благодаря... ...своему представлению о том, как должно быть. Если читали книжку Виктора Франкла «Сказать жизни да», такая очень серьезная книжка, нужно ее прочитать. Она тоненькая. Про жизнь в концлагере. Он психолог. Ну, естественно, это большая беда. Люди, которые туда попадали, они сдавались. Не хотели даже бороться за свою жизнь, потому что знали, что не сегодня, так завтра они умрут. И благодаря ему он около 40 человек спас. Именно тем, что заставлен людей представлять о том, что будет после того, как они выйдут из концлагер. Вот у него был друг, он говорил, я не хочу больше жить, мы все равно умрем, нас либо в газовой камере убьют, либо просто от холода, от голода. А он ему говорил, рассказывай мне, что будет после концлагеря. Ты кто? Он говорит, я профессор. Давай, расскажи мне, как ты читаешь лекцию перед студентами уже о том, как ты вышел из концлагеря. Он заставлял его пересказывать этот рассказ каждый день. И таким образом человек визуализировал свое будущее. А ты кто? А я отец двоих дочерей, у меня больше ничего нет. Я никто, я рабочий. Представь себе, как твои дочери тебя встречают, когда ты выходишь с поезда, обнимают тебя. Таким образом он пытался сделать из людей, то есть не сделать из людей, а пытался единственным необходимым, правильным условием им создать для того, чтобы они выжили. У нас не очень популярный образ Романа Аркадьевича Абрамовича в стране, хотя я его очень уважаю. И хотя бы за тот случай, который прочитал в книжке, написанный про него, он сам интервью не дает российским журналистам, ну, в силу разных причин. Поэтому ребята из издательского дома «Коммерсант» нашли всех его знакомых, одноклассников, однокурсников, воспитателей, учителей и спрашивали у них про Романа. И несколько человек рассказали историю. Когда ему было 12 лет, а он же жил на Крайнем Севере, был сиротой, они ходили в кино со своим классом. И там был какой-то фильм про американского миллионера, что миллиардера, очень богатая жизнь была у них. И они вышли, зима, холод, смеются, и Рома говорит, я буду жить так же, как он, когда-то. Наступил такой момент. Ну, естественно, над ним посмеялись, потому что ты кто такой? Босота, сирота, никого у тебя нет. Ну, мы знаем, чем закончилась история. Человек в 12 лет придумал себе, каким он должен быть. Ну, и потом начали открываться возможности. Честно скажу, скажу, что... Вот я могу поклясться сколько угодно, потому что доказать это очень сложно. Я недавно убирался в своем кабинете. Нашел ежедневник. В 2013 года, в начале года, я написал все цели на этот год. И там одна из первых целей. 45 тату-рок менеджера. Лучшая бизнес-книга года. Написано. Я ее туда еще не написал. Я ее не написал. Она была только здесь в голове. Но я знал, что так будет. И, ну, конечно, страшно так говорить. Боишься сглазить или там мало ли еще что. Но это именно жизнь. Жизнь по-другому устраивается, когда ты понимаешь, чего ты хочешь. Сразу начинает открываться возможности. Если элементарный пример я приведу. Я английский язык не знаю совсем. Ну, то есть очень плохо. И вот решил, значит, надо изучить английский язык. Как бы неплохо было бы знать. Вот так. После одной из книг, кстати. И тут начали происходить чудеса. В моем почтовом ящике, листовке, значит, языковых школ начали появляться. Везде на улицах реклама языковых школ. Какую газету не откроешь. Английский язык, курсы и так далее. Были они в моей жизни раньше или нет? Конечно, были. Просто я не видел этого и не замечал. А когда ты понимаешь, чего ты хочешь. Ты начинаешь замечать возможности появляться у тебя. И живешь по-другому. Но в нашей стране мы сидим на кухне по вечерам. Обсуждаем, как сегодня плохо поступили руководители. Какие плохие клиенты были. И так далее. У нас не умеют жить по-другому. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...